Приветствую вас! Давайте мы с вами будем разбираться сейчас в том, что с вами произошло. Ну или происходит. Ситуация такова, я вышел за ночь в второй раз, первый муж ушёл к другой. Значит, долгое время не могла прийти в себя. А поняли ли вы, почему ваш первый муж ушёл к другой женщине? Поняли ли вы, что произошло между вами такого, что он ушёл от вас к другой женщине? Поняли ли вы, из-за чего он это сделал? Поняли ли вы причины его поведения? Поняли ли вы, что вы сами сделали не так во взаимодействии с ним? Или считаете, что он вот просто, ну, такой вот он виноват и всё? Потому что развод это очень тяжёлое, травматичное событие для любого каждого человека. И если его должным образом не перешить, если из него не сделать выводов, ну, из событий, которое произошло, не сделать выводов, если из этих выводов не извлечь опыт, то ситуация может быть, да, очень-очень тяжёлой и очень-очень негативной именно для вас, потому что вы, не сделав выводов, не имея возможности извлечь опыт, то есть вы просто-напросто будете повторять одни и те же поступки, одни и те же ошибки и тем самым вновь будете несчастны. Ну, или вы уже несчастны, судя по тому, что вы сказали, судя по тому, что вы описали, судя по тому, что вы рассказываете. То есть, на мой взгляд, ситуация выглядит именно так, что прежде чем вы будете смотреть на своего мужчину, с которым вы в отношениях находитесь сейчас. Я полагаю, что правильно будет разобрать то, что было именно между вами и первым вашим мужем. Это вот, значит, такой момент. Дальше, значит, вы пишите, спасибо маме и дочери, ради них жила. Я, конечно, не знаю, какие у вас отношения были с вашей мамой, но то, что вы жили ради мамы и ради дочери, но не ради себя, лично меня очень сильно тревожит, потому что, если вы живете ради дочери, если вы живете ради кого-то, то, соответственно, вы не живете ради себя. Если вы не живете ради себя, значит, вы себя не принимаете. Если вы себя не принимаете, значит, вам так или иначе нужен кто-то, кто давал бы вам то, что вы сами не имеете именно из-за того, что не принимаете себя. Ибо жить, в первую очередь, нужно для всё-таки себя, а не для других. Дальше идём. Второй раз дочь тоже вышла по любви. Думала, вот оно моё счастье, люблю и любимое. Но с каждым днём ситуация ухудшается, он часто орёт на меня, не значит, что всё это случится моя дочь. Смотрите, значит, здесь ситуация какая-какая? Во-первых, имеет место быть некой идеализацией. Вот оно моё счастье, люблю и любимое. Вы поймите, что я, конечно, не знаю, опять же, я не знаю, как вы, грубо говоря, выстраивали свои отношения с мужчиной, да, как вы это делали и что вы делали. Но как бы сильно вы не были любимы им, как бы сильно, над отношениями всё равно нужно работать. То есть это чёткие личные границы, это чёткое понимание того, чего хотите вы, что хочет мужчина. Ну, от вас, например, да, и так далее. То есть это такие достаточно важные моменты. То есть отношения, это определённая работа, это определённое партнёрство, это сохранение своего, своей автономии в отношениях. Вот. А не просто так, что вот теперь я счастлива, я люблю, я любима и всё так будет хорошо. Тем более, что у вас муж, да, ушёл как бы от вас и, ну, у этого были ведь какие-то причины, правильно? То есть здесь, на мой взгляд, нужно опять же постараться разобраться с тем, как и почему стала ваша позиция возможной. То есть вот именно такая позиция, как какой вы даёте её нам. То есть ваша позиция именно о том, что вот оно моё счастье, то есть всё, я всё достигла, больше делать ничего не нужно. Ну, в смысле работать над отношениями больше не нужно. Он часто орёт на меня ни за что. Почему он часто орёт на вас ни за что? Ведь вы же, наверное, сами понимаете, что если он на вас орёт, значит, был прецедент. То есть когда-то вы, скорее всего, позволили ему это делать. Был момент, когда он на вас заорал и вы ничего не сказали, вы не сказали, что с вами так нельзя. И мужчина понял, что так можно всё время. Мужчина понял, что теперь так можно будет постоянно. Понимаете? То есть то, что вы говорите, что он часто на меня орёт, это следствие, но не первопричина. Первопричина лежит в том, почему вы позволили ему это делать, а позволили вы ему это делать, как выяснилось в самом конце. Потому что боитесь остаться одна, боитесь, что он вас бросит. Об этом, кстати, тоже обязательно нужно будет сказать. Дальше, всё это слышит моя дочь. То есть вы травмируете свою дочь тем, что вы живёте вот с таким мужчиной, да, который, ну вот, так себя ведёт. Вы травмируете дочь, но при этом ситуация продолжается. Дальше, значит, может позвонить на работу, я сижу с коллегой. Нарять в трубку не за что, просто что-то найти дома, не может. А он работает или нет? Почему он дома, а вы на работе? Орёт матом и так громко, что я долго не могу прийти в себя после такого, какая уж работа. А почему вы не можете прийти в себя после такого? Почему вас это так сильно, ну, вводит в состояние прострации, что вы не можете работать после такого? Особенно если, как вы говорите, он орёт на вас абсолютно не за что. То есть вас как-то задевает то, что он на вас орёт или что? Если вас это задевает, то как? Чем? Если вам это не нравится, то как вы думаете, вот та цена, что вы платите за неодиночество, за неодинокое существование, та цена, которую вы платите за то, что вы не одна, а с мужчиной, стоит того? Стоит ваших стреляний? Как вы считаете? Значит, дальше идём. Дома этот случай отцепляется за всё, ты не то сделал, не так сказал целый день. Ну, опять же, понимаете, всё, что вы говорите, да, всё, что вы описываете, это следствие. То есть это именно следствие, это не причина, это когда-то началось. И вот то, когда, с какого момента это началось, и требуется выяснять. Понимаете? Вот. То есть, по большому счёту, то, что вы описываете, ну да, это ревность, да, это неуверенность в мужчине в себе. Да, это, возможно, его, там, ну, тоже какой-то страх, страх, например, допустим, потерять вас, или страх, что вы измените ему, или что-то ещё. Все тут разбирается в любом случае, что только в опыт мужчины, и в том, что он думает о себе и о вас. Но вы же понимаете, что менять взрослого человека, это дело очень бесполезное, особенно, если он этого не хочет сам. Поэтому, поэтому, если так, либо вы принимаете какое-то своё собственное решение по данному вопросу, и следуете ему безоговорочно, абсолютно. Либо вы говорите мужчине, что прости, но так, например, больше нельзя, я так не могу, и, соответственно, либо мы что-то меняем с тобой, либо мы, значит, с тобой расстаёмся. Тем более, что вы живёте у вас дома, то есть, как бы он живёт на вашей территории. Ну, вот. Ну, опять же, опять же, опять же, это зависит исключительно от вас, то есть, если вы хотите это сделать, то вы это сделаете. Если не хотите сделать, то, соответственно, делать вы этого не будете. Ну, то есть, вас, как бы, никто не сможет заставить, вот. Что-либо предпринять, да? Вот. Соответственно, если что-то делать, то вам обоим нужно обратиться к психологу, если действительно мужчина вас любит, если действительно заинтересован в том, чтобы сохранить с вами семью. Вот, вам нужно обратиться к психологу вдвоём и пройти вместе совместную консультацию хотя бы несколько раз для того, чтобы определить уже, что именно с вами происходит, что именно заставляет мужчину, да, так себя истить. Что именно движет мужчину. Даже заставляет неправильно сказать, что движет мужчину. Вот. Если же он не хочет что-либо делать, то в таком случае вам необходимо уже само и лично обращаться к психологу для того, чтобы работать с тем, что вы боитесь, например. Остаться одна, что вы боитесь, что он вас бросит и так далее. Вот. Это точно очень важный момент, потому что это делает вас не свободны. То есть, по сути, по сути, в отношениях вы своих не свободны и отсюда все ваши беды. Понимаете? Вот. Дальше. Идём. Так. Значит. У меня нет ни друзей, ни подруг, никого. А почему у вас никого нет? Я ни с кем не общаюсь, только дочь и всё. А в чём причина? Смотрите. Пока я вижу как. Да? Пока я вижу как. Как? Пока я вижу, что вы, значит, первый раз развелись с человеком. Значит, первый раз вы, скажем так, потеряли своего мужа, да? Вот. Но. Но. Ага. Значит. Вы не до конца, судя по всему, поняли причины, по которым это произошло. Вот. То есть, то есть, вы не знаете, почему так случилось. У вас явно есть негативное отношение к себе, потому что вы живёте только ради других. Да? То есть, не живёте ради себя. Не цените себя. Теперь вы говорите, что у вас нет подруг и не друзей, и вы ни с кем не общаетесь. Согласитесь, всё это идёт в одну строку. Всё это идёт в один вектор поведения. Какой? Ну, негативный, это точно. Негативный сценарий, это точно. Какой? Пока сказать сложно. К чему вы стремитесь? Тоже сказать пока сложно. Потому что, ну, вот то, что вы себя обесцениваете, это очевидно. И самое что неприятное, это то, что обесценивают и другие вас. Из-за того, что вы себя обесцениваете. Дальше, значит, что мне делать? Ну, если вы реально спрашиваете, что вам делать, если вы реально хотите ситуацию изменить, то однозначно на приём к психологу, несколько консультаций с психологом, значит, разбирать личные границы, разбирать модель вашего поведения, вот, повышать самооценку, я полагаю, обязательно, вот, значит, и, собственно, стимулировать мужчину. Потому что разговаривать с мужчиной бесполезно. Если у него нет мотива, если у него нет стимула, он делать ничего, он ничего не будет. Он не будет ничего делать, если у него не будет мотива. А мотива у него пока что нет. И не будет до тех пор, пока вы будете вести себя, ну, вот, так, как жертва, которая ничего не может. Значит, нужно выяснять, почему вы занимаете позицию жертвы, чем она вам удобна, чем она вам комфортна, что вы получаете из неё, из этой своей позиции жертвы, вот. Ну, какую пользу вы от этого получаете. И, соответственно, уже исходя из этого, можно будет ваше поведение корректировать. После этого, если у мужа действительно есть желание быть с вами, если он действительно вас любит, можно будет провести совместную консультацию, ну, вот. Но это уже, опять же, по желанию, да, то есть нужно, чтобы хотели оба, и чтобы мужчина тоже этого желал. Ну, вот. Соответственно, здесь ситуация такая, либо человек понимает свои причины, либо человек понимает свои проблемы и решает их, например, вместе с психологом, либо нет. То есть эта ситуация вот такая, она решается, решается она именно так и только так, и только так. То есть других вариантов здесь нет и быть, в принципе, не может. Вот. Это если говорить о том, что вам делать, да? Да. Дальше. Ага. Дальше идём. Так. Значит. Я пробовал говорить с ним спокойно, вроде понимает, говорим друг другу, давай больше не ссориться, я говорю, давай, люблю тебя, проходит некоторое время, и опять очередная ссора. Ну, понимаете, здесь ещё очень важен такой момент, что вы ссоритесь, тоже с ним. То есть это не он с вами ссорится, а это ссоритесь и вы с ним тоже. И момент здесь такой, а вас-то ссорят с ним. Кто заставляет? Ну или, 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 или что заставляет вас с ним ссориться. Понимаете? То есть для начала вам нужно лучше понять себя, не пытаться понять его, потому что это другой человек, и, может быть, он, может быть, он не понимает сам себя, что у него, какие у него проблемы, да, и так далее. Может быть, он не понимает. А именно себя, сперва. Для начала нужно понять именно себя. Для начала нужно определить, что именно, именно у вас. что с вами происходит. И уже потом, после этого, можно будет говорить о каких-то вещах, вещах, связанных с, ну, вот, с налаживанием отношений между вами. Дальше. Мы живём у меня дома, он каждый день говорит о том, что уедет домой, чтобы я отводилась. Почему вы живёте у вас дома? Да, да. Такой вопрос. Почему он говорит, что уедет домой? Что он в этот момент чувствует? Я говорю, что ты мне нужен, я не могу без тебя, люблю тебя. Да? Как вы можете говорить такое, если человек с вами ведёт себя вот так? Ну, как он ведёт себя. То есть, я хочу, чтобы вы лучше, лучше понимали, в чём нужда, в чём нужда в этом человеке вашем, если он на вас орёт, если вы страдаете и страдает дочь. Вы понимаете, что вы нуждаетесь в том, кто причиняет негатив и боль вашей дочери? Вы понимаете, что вы нуждаетесь в том, кто вполне возможно имеет все шансы испортить будущую жизнь вашей дочери? Я имею в виду личную жизнь. Вы понимаете, что дочь, глядя на вас, также после этого не будет иметь успешной личной жизни? И в этом человеке вы нуждаетесь. И вопрос у меня к вам, он на самом деле только один. Почему? Как выращается нужда в этом человеке для вас? По крайней мере. Понятно, понятно, да? Дальше идём. Так. Я живу каждый день в страке, что он уедет домой и бросит меня, и я останусь одной с дочерью. И что? Вы останетесь одной с дочерью, и у вас больше не будет такой нервотрёпки, какая есть сейчас. Что случится, если он уедет? Страх чего у вас имеет место быть здесь? Попробуйте действовать так. Представьте себе, что он уже ушёл. Вот он, завтра он уже ушёл. Что вы будете делать? И какие ваши действия, какая ваша реакция, какой ваш план. То есть, сразу такое ощущение, что у вас нету даже плана на тот случай, если он действительно, ну, если он действительно уйдёт. Вы как будто бы не допускаете абсолютно для себя этой возможности. А это значит, что вы недостаточно адаптированы. Понимаете? И уже здесь вопрос возникает. А почему вы недостаточно адаптированы? Дальше. К дочери приходят иногда подружки, да и от них стыдно, у нас постоянный скандал. Не очень понял это. Не очень понял смысла этой фразы. Тот же, к дочери приходят иногда подружки, от них стыдно. Наверное, вам стыдно перед ними, что у вас постоянные скандалы. Ну, так правильно. Но не об обружках нужно думать, как это не парадоксально здесь, а о дочери. Она страдает сильнее всего. Работа у меня временная. Хорошо, а как можно сделать, чтобы она была не временна? Я каждый день живу так же в траке, что меня выгонят. Ну, понимаете, вот у вас такая позиция жертвы, что вы живёте в траке, что мужчина от вас уйдёт, и вы живёте в траке, что вас выгонят с работы. Вы не видите здесь ничего общего, вы не видите здесь определённого направления в вашей жизни, что вы недостойны близости, что вы не можете быть в близости. Да? Это принижение, это подсознательное стремление к людям, которые вас ополкнут, чтобы доказать себе, что вы действительно недостойны близости. И это, соответственно, бег от ответственности. Потому что, когда вы говорите, что меня выгонят, вы не говорите про себя. Вы избегаете ответственности. Вот. Так как говорить нужно, я работаю, и чего я хочу, и что мне нужно, и так далее. Понимаете? Вот. Поэтому, если говорить о том, что вам делать, то это работа над своей самоценкой, над родительским сценарием, над ролью жертвы, в которой вы сейчас находитесь. И, соответственно, над формированием нового поведения, если не для себя, то хотя бы ради дочери. То есть, вот странная ситуация. Вы для дочери живете, вроде как, как вы говорите, для дочери вы живете, а вот позволяете ей страдать, позволяете ей слышать скандалы. Согласитесь, ну, имеет место быть определенные двойные стандарты у вас здесь. А значит, отсутствует единая линия поведения, а значит, отсутствует единая позиция, а значит, другие люди могут это использовать так, как хотят. Понимаете? Дело здесь не в вашем мужчине, он такой, как он есть. Дело здесь в том, что вы живете в постоянном страхе и зависит от вас, от того, сколько вы будете жить днем. Не от мужчины, а от вас. И если вы хотите, чтобы что-то поменялось, то, ну, и на работе над собой. Вот. Это то, что я могу вам, могу вам сказать. То есть, начать я предложил бы с разбора развода вашего, почему, почему вы развелись и из-за чего. А потом, рассмотреть вашу модель женского поведения, то есть, как вы ведете себя с мужчинами вообще. Значит, после этого я бы рекомендовал вам разобрать детско-родительские отношения, увидеть, что там и как вообще, какой у вас был отец. И как он хотел вас видеть, потому что я полагаю, что именно от него вот эта вся история пошла. Ну, как вот она видится мне сейчас, на данный момент. Вот. И так далее, да. И уже потом можно будет выстраивать новое иное поведение, иную модель, иной вектор поведения. По отношению к себе, в первую очередь, и потом уже к другим. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Да, и работа над тем, чтобы в отношениях вы были с собой все-таки. Чтобы не было зависимости. Так, как она есть сейчас. Потому что это, это никуда не годится абсолютно. Что вы в отношениях живете в траке. Вот. Что вы боитесь. Ну и на работе тоже. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравилось самоответствие, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Небольшой такой пост-криптум. Если вы поднимете свою самооценку и будете более ценностно к себе относиться, то и мужчинам будет тоже более ценностно относиться к вам. И, соответственно, все проблемы уйдут. На сегодняшний день вы относитесь к себе крайне не ценно. Крайне обесценивающе именно. Поэтому мужчина относится к вам именно так. Ведь мужчина это, по большому счету, отражение от того, как вы сами к себе относитесь. И как только вы измените отношение к себе, как только вы станете вести себя иначе, то и мужчина будет тоже вести себя иначе. У него на самом деле просто нет выбора. На этом все. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.